вот оно необычное ощущение на улице на улице жарит солнце 24 очень яркая белая студия а мы будем писать в маленькой и серой сегодня мы записываем онлайн-курс для магазина здоровья тема пикантная поэтому конечно лучше запастись какими-нибудь вибрирующими игрушками главное чтобы это была не зубная щетка и не мобильный телефон да идеальная ну вибрирующая игрушка для начинающих это конечно же вибропуля человек в кадре лишний ногу убираем вот и поэтому первую часть мы можем писать меня а на второй части мы можем куда-нибудь перенастроить дальше мы с тобой можем взять можем зеркало положить на стол и на зеркало приклеить фал имитатор этот стол это не готов к таким манипуляции именно поэтому природа так придумала что оргазм присутствует всегда здесь важный момент даже если очень миниатюрная барышня да не бросай пожалуйста весь вес ему на крестец не нужно него садиться и если ты не настроена еще на такое быстрое завершение тебе хочется показать больше своих навыков и умений то что ты можешь сделать мы идем снимать небольшой эксперимент с фантой спрайтом в общем всеми вот этими газированными напитками то есть я снимаю только стакан ну стакан и будут бутылки давайте больше похоже на темное пиво на живое живой ну да может снимка лучше снимать прямо сверху ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что, у нас еда пришла? Да. Итак, что сегодня в меню? Морсик. Ролл у меня. Это Саша. Это тебе поке. Это сухарикиное. Это что вообще? Это блюдо такое? Это вот минус этой студии. Птицы очень часто летают. А, сидит. И чирикает. Для фото подходящий вариант, для видео не очень. Значит, есть такое замечательное место. Называется тренинг-центр Казнау-69. В котором работают не менее прекрасные сексологи-психологи, телесно-ориентированные терапевты, как, например, Александра Алексеевская. И мы сейчас готовим для всех тех, кто не может прийти к нам лично, а сейчас никто не может к нам прийти лично, онлайн-курс. Так что скоро можно будет приобрести. Когда свет весит чуть больше, чем ты, это доставляет небольшое удовольствие, когда нужно это перетащить. Нелегкое дело. Итак, мы пишем третью лекцию, меняем третью локацию и добавляем чуть больше света, чем в предыдущих. А служанки мечтают. Да, я только служанку. Присаживайтесь, барыня. Да, с ним. Хочу вам сказать, что нет, конечно, плохих и хороших оргазмов. Главное, чтобы оргазм был. И если оргазм есть, то при определенной настойчивости и целеустремленности совершенно не проблема научить тело испытывать его различными способами. Сложно ли записывать вот такую информацию, когда, например, в помещении есть мужчина? Ведь обычно мастер-классы это девочки. Мне нет. Не сложно? Мне не сложно. Комфортно. Я считаю, что мужчина тоже полезен. Что мы будем сегодня снимать? Тепловизор. А что за тепловизор? Неизвестно, как работающий тепловизор. Я покажу этот гаджет. Вот этот гаджет. Сейчас будет тест, насколько он грамотно и точно определяет температуру тела у человека. Прежде чем корректно работала вот эта штука, нужно настроить ее под температуру помещения. Для этого нужно замериться хотя бы пятерым и десятерым. Настроить программу под эту температуру. И тогда она должна работать корректно. Ну а пока есть время. Мы поиграем. Субтитры сделал DimaTorzok. У нас только босс. С температурой. С температурой? Но мы не здороваемся. Девочки, давайте сейчас обратим внимание на нашего Николая, на наш фалоимитатор. И посмотрим, какие самые эрогенные зоны есть на члене мужчины. Да, конечно, в этом видео я не буду показывать вот все эти элементы, все эти съемки, потому что, ну... Поэтому, девчонки, кому интересна эта тема, отправляю вас в Казанову. Все тренинги именно там. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Всем пока!